Значит, ребята, в принципе, у нас сегодня последняя лекция. Конечно, я не успела кое-что, то, что было в программе, рассказать, но и связанное, и отчасти с тем, что мы на чем-то больше задержались, то есть плохо, просто план был, не хотелось бы сделать. Вот, ну и то, что я болела, видите, все. Но вот сегодня я вам расскажу про, и мы с вами поговорим про модели, которые описывают систему пространства во время. И вот слово «распределенное», я его все-таки в заголовок вынесу, потому что оно очень часто встречается. И вот забываю, что эти, что те величины, те параметры, которые, те характеристики системы, которые описываются на модели, они распределены в пространстве и во времени. Иначе сленок такой. Это фактически модели, которые описывают пространственно-временную динамику. Ну вот прежде чем я начну, я просто хотела сказать, значит, у нас получается так, что по этому курсу есть зачет. Вот, поскольку у нас не было бы каких-то практических занятий, то мы решили, что зачет будет в форме доклада. Вот уже пять человек делали доклады. Может быть, я кого-то пропустила. Если я пропустила, то вы мне, пожалуйста, обратите внимание. Вот, Нагаюк, да, Денис, Бережной Андреев, Балабин Федор, Грандульская Анастасия и Султан Ахметов Григорий делали доклады и получили зачет. Да, 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 Максим Яцкевич, правильно? Да, Александр Майор, правильно. Вот видите, это я просто не правильно взяла. Можно ручку вашу наилучить? Спасибо. Так, вот, здесь девич, пожалуйста. И Александр Майор. У нас какой-то список, но это не причем. Да, да, конечно, правильно, все это обучено. Тоже зачеты. Но остальных я тоже прошу, ребята, подготовить сообщение, там, на 10 минут предположим, под таким общим названием нелинейные модели и нелинейные явления, да, в вашей области знаний. Ну, расскажите, о чем хотите. Если вы хотите рассказать, например, о колебательных процессах или о квазистахастических процессах, или вот сегодня мы будем говорить про образование структур в пространстве и об авторуновых процессах, тоже расскажите об этом. Вот. И таким образом мы сделали зачет по этому курсу. Вот. Но, конечно, я понимаю, вот в результате нашего всего, всех наших занятий, что, наверное, его надо было бы как-то немножко по-другому строить, этот курс. Вот как, с вашей точки зрения, было бы лучше его строить, это мне тоже было бы хотелось от вас бы услышать. Я не знаю, когда это нам такую беседу можно было бы провести. Вы сможете, конечно, мне бы хотелось, чтобы все пришли на доклады своих коллег, да, но это я не знаю, это я не могу регулировать вашим временем. Мы бы сделали эти доклады на следующую среду в это же время, но у нас там. На кафедре биофизики, вы все знаете, да, где есть на кафедре биофизики? В подвале. В подвале, в компьютерном классе, там техника есть. А в новой аудитории? А? В новой? Нет, не в новой, или в новой. В новой аудитории, да. В новой аудитории. Ну, и мне кажется, что мы бы там могли, сколько у нас получается человек? Уже 7 человек примерно. Ну, у нас случается около 10 докладов, да, даже больше. 10 докладов, то есть 10 минут, и нам 10 не получается, получается больше, но что-то нам придется тогда посидеть. Ну, если хотите, мы можем это, так сказать, распределить. Вот, значит, вы тогда подумайте, достаточно произвольные эти ваши сообщения, но мне просто хочется, чтобы вы самостоятельно что-то говорили на эту тему. И вот обсудить, поскольку вы, вот мы первый раз проводим этот курс такой для всех. У нас, если вы лазили на сайт, то вы видели, что там есть лекции для биологов, а они у нас более отработанные. Там, ну, там у нас есть 2 лекции в неделю, плюс еще семена, поэтому там, конечно, более как-то, курс лучше структурированный, и главное, что он поддержан упражнениями и задачами, потому что одно дело слушать, взгляд и нечто, а другое дело самого как-то строить. Делли решает задачи и совсем другую дело. Вот, ну, вот так вот давайте. Если какие-то у вас есть сображения к теме, скажите, я дам не буду. А в каком порядке ставится зачет, непотрясно, он зачет на книжке ставит? Я вот это тоже не знаю, это надо будет выяснить. Ну, и на этом, по докладам, надо, чтобы темы докладов там на этой неделе прислали там, либо в электронную почту вам там, либо через форум. Ну, через форум что-то они не учат. Ну, как-то думают. Да. Вы знаете, вот это интересно, потому что у нас биологи, у нас очень активно через форум. Вот с биологами у нас вот диалог все время идет через форум, и они как-то с удовольствием пользуются этой формой. Но с вами у нас как-то не получилось. Ну, получилось хорошо. Будем как-то к другому действию. Да, да, пожалуйста. А? Можно? Ой, пожалуйста, смотрите, пожалуйста, конечно. Ну, вот, значит, я хочу немножко рассказать вот эти вот системы. Мы же с вами... Сейчас я как-нибудь рисую, чтобы мы же не можем вылистать, да? Значит, мы все окружены процессами, которые так или иначе происходят в пространстве и во времени. Ну, то, что они происходят в пространстве и во времени, это нам кажется привычным, но обычно нас восхищает и нам кажется очень красивым. То, что при этом образуются такие какие-то симметричные и какие-то очень красивые с нашей точки зрения формы. Причем на самом разном уровне и пространства и времени. Начиная от галактик, который там вот закручивается, там, на картинке, и кончая какими-то молекулярными структурами, которые тоже имеют довольно красивую форму. Но особенно это красиво получается, когда кристаллы образуются, да, такие решетки атомов, приобретающих такую регулярную структуру. Ну, вот здесь, видите, перечислены всякие такие интересные явления, где возникает некоторая симметрия и некоторая упорядоченность. Каким образом это возникает? Очень трудно сказать. Но вот оказывается, что можно предложить модели достаточно простые, такого типа, как мы с вами изучали, немножко более сложные, потому что они описывают не только временные, но и пространственные закономерности. И уже на этих простых моделях можно увидеть, каким образом вообще может образовываться такая негомогенная в пространстве распределение элементов, которые приводят вот к этим красивым, сложным и, в то же время, с одной стороны, симметричным, с другой стороны, сложным, часто фрактальным структурам, которые мы наблюдаем. Здесь лист, он сам по себе, вот эти жёлкие листа, они сами по себе представляют собой очень интересную пространственную структуру, а на нем еще оседает вот этот линии, который стоит там. Ну, вот интересно, что это видно там в течениях океана, пятна планктона в океане, и очень интересно, ландшафты. Вот, например, если это наблюдают с аэрофотосъемки, то в саванне вот эти полосы кустарника, это же не насаженные полосы, это сами собой они образуются, такие полосы, эти вот буши, вот эти вот кусты, кусты, они образуют такие регулярные структуры. Тоже существуют на эту тему модели такого типа, как мы с вами сейчас о которых будем говорить. Ну и раскраска шпур животных, конечно. Вот это вот удивительные раковины, там всякие полосы у тигров и зебр и так далее. Организация, например, возникновение пальцев или образование позвоночника или как зубы образуются. Вот так оказывается, что такого типа системы можно описывать достаточно простыми моделями. Конечно, для того, чтобы описывать процессы более близко к реально существующим, нужны и достаточно сложные модели. И поэтому вся эта область стала активно развиваться только благодаря очень хорошим компьютерным возможностям. Но сам принцип, он оказывается лежит вот в совсем простых основаниях. Поэтому всякие типы раскраски шпур животных. Значит, это мы говорили с вами про структуры. Вот неоднородные в пространстве структуры возникают. А кроме того, конечно, еще очень интересный процесс и важный чрезвычайно для человека – это волны и автоголны. Есть такая дисциплина математическая физика, физики, это прекрасно знают. Фактически дисциплина – это у вас есть курс большой на физфаке по уравнению математической физики. Фактически это уравнение в частном производстве, описывающее изменения в пространстве и во времени. То есть когда существуют какие-то процессы в каждой точке пространства, кроме того, существует перенос. Ну, в простейшем случае, если это диффузия, перенос между этими точками. Ну и вот здесь, конечно, для нас наиболее привычное это распространение в водной среде, в воздушной среде. Очень сложная задача, если говорить о моделировании, связанной с турбулентным течением, с жидкостью – это задачи, которые чрезвычайно важны в технике. Это все аэродинамика, гидродинамика – это все вот эти вот задачи. И специально и чрезвычайно интересно – это вот эти уединенные волны. Вы, наверное, слышали и знаете, что в океане иногда поднимается волна, там, чуть ли не 30 метров вышиной, которая уединенная в тихом, при тихой погоде, вдруг идет вот эта уединенная волна, и гибель пароходов происходит. При этом, если он выпадает в эту волну, причем последние, там, наверное, 20 или 30 лет в Мировом океане установлены датчики, которые, поплавки, которые показывают эти изменения уровня воды, и которые дают предупреждение тем покровням, которые оказались на пути таких волнов. Вот это, это тоже специальные такие волны, там, теория этих волнов, знаете, солитонные, единенные волны, это гигантские волны океане, там, я не помню фамилию этого. Наверное, это Артега де Фриш, ты, наблюдал в Темзи, как вдруг гигантская волна, проходил в Темзи, и он скакал там на лошади вдоль этой волны, а потом написал своё, которое описывает ЭЗО. Ну вот интересно, что такие же солитонные, по сути, очень близкие, не совсем такие, но близкие решения, описывают совсем другие процессы, например, расплетание молекулы ДНК. Расплетание молекул ДНК при удвоении, при делении клетки. Ну и вот, значит, это волны такие, которые исходят под действием каких-то начальных условий или под действием каких-то при каких-то других причинах. А кроме того, конечно, очень важны для, как раз для медицины, для биологии, это распространение волновых нуждений. Ну, все наши органы, они все связаны с распространением каких-то волновых нуждений, причем это и распространение нервных опульсов, в первую очередь, очень большая область исследований, наблюдимая ткань сердца, которая как раз, благодаря которой мы живем, но не только, потому что их сосуды сокращаются, да, то есть кровь, мы их тоже благодаря тому, автополне сокращений вдоль сосудов, и желудочно-кишечный тракт работает по такому же механизму, то есть вот эти вот и в мозгу наших распространяются волны, то есть вот эта вот теория волна, она оказывается исключительно имеет большое прикладное медицинское первое значение. Ну, и при этом эти волны распространяются не в какой-то простой среде, а в очень сложной среде, вот здесь вот показаны отделы сердца, и, конечно, уже сейчас моделируется распространение волны вот в реальных объемах сердца, конечно, это очень объемные вычисления, очень большие объемные вычисления, которые позволяют даже для, уже есть методики, которые позволяют для индивидуальных пациентов рассматривать, каким образом можно было бы стимулировать работу отдельных участков сердца для того, чтобы исправлять разные патологии при воздействии к сердечным заболеваниям. Ну, это вот все сложные задачи, а примерно тоже в середине второй половины двадцатого века разобрались, что же, вот какие простые элементы лежат в основе процессов, вот таких сложных процессов, как, например, распространение возбуждения в сердечной ткани. И были предложены модели, причем сначала называются аксиоматические модели. То есть было предложено, что каждый элемент сердца, каждый элемент вот этой возбудимой ткани, он может находиться в нескольких состояниях. По сути дела, в этой модели это клеточная форма, о которой здесь у нас с вами шала уже речь. То есть, ну, например, для возбудимой ткани предполагается, что каждый элемент может находиться в состоянии покоя, в возбужденном состоянии и в состоянии рефрактурности, когда он не может возбудиться от соседнего элемента. То есть он может быть в невозбужденном состоянии, но способный возбудиться от соседнего квадратика, если мы говорим о клеточных автоматах. А может он находиться в таком состоянии, где он становится невозбудимым. И вот если наступает разрыв вот этого чередования этих состояний по какой-то причине, то в такой системе, и это уже показано вот на этих клеточных автоматах, в такой системе начинает возникать то, что называется ревербератор. То есть это спиральные волны, которые потом приводят к хаотизации режима автовозбуждения. Ну, вот это вот тут распространение такой волны спиральной. И вот здесь вот показано, как это происходит. Вот это нормальная спиральная волна, а если под ее нарушился фронт, по какой-то причине, в одном месте нарушился фронт, то потом начинается множественное нарушение этого фронта, и в конце концов наступает такая хаотическая стадия, которая вызывает сфибрилляции, которая является причиной многих смертей из-за нарушения ритма сети. Ну вот, оказывается, что вот те процессы, о которых мы с вами говорили, я бы говорила так, в общем, они все, и процессы образования структур, и процессы распространения возбуждений могут быть описаны системные дифференциальных уравнений вот такого вида. Значит, это называется часто, так как такого типа уравнений, они называются уравнений типа реакции-диффузии. Вот посмотрите, если бы здесь вот не было вот этого члена, вот этого вот, то тогда мы бы с вами имели систему обновенных дифференциальных уравнений, для которых вот эти функции показывают взаимодействие элементов. То есть в каждой точке этой системы работают вот эти вот уравнения. Каждая точка системы характеризуется, например, концентрацией МИКС-1, МИКС-2 и так далее в каждой точке пространства. Мы можем определить эти концентрации, и, в принципе, между ними возможны реакции. В чем называется реакция-диффузия? И кроме того, здесь еще добавляется вот этот вот член, который характеризует взаимодействие, диффузию. А именно, что такое диффузия, попросту говоря, это переток вещества из точки с большей, если у нас имеется два небольших объема, в одном концентрации больше, в другом концентрации меньше, то говорят, что против градиента концентрации. Ну, градиент это от большего к меньшему, да? Знак градиента. А распространение идет от большей концентрации к меньшей концентрации. Это совершенно для нас всех, естественно, кажется процесс. Действительно, если вы каменьте камень у чернил, то через некоторое время у нас распространятся эти чернила в семена стакана, в приемности, куда бы тянет. Но оказывается, что в некоторых случаях вот эти процессы, которые должны были вроде бы уравнивать концентрации, они приводят к тому, что в системе возникает вот такое неравномерное, негомогенное распределение концентрации, и возникают вот эти структуры, вот эти полосы, вот эти вот буши в пустыне, вот эти формы морских звезд при развитии эмбриона и так далее. И, ну, между прочим, такие же процессы происходят и в лазере. И что вот те вот среды, те среды, в которых возможно возникновение таких явлений, они называются активными средами. И вот какие свойства, какими свойствами должны обладать эти активные среды, для того, чтобы вообще в них могло возникнуть такое? Ну, во-первых, обязательно ничего не происходит в случае, если нет какого-то источника энергии. или вещества богатых энергий, живых организмов, которые были в полоте, которые были в полоте, энергетические валюты, живые клетки. Затем каждый элементарный объем вот такой среды должен находиться в состоянии, далеком от состояния электронно-динамического равновесия. При этом возникают вот эти структуры, а часть энергии просто диссидируются в тепло. И вот те структуры, которые возникают при этом, они называются, часто их называют диссимативными структурами. Именно в том смысле, что они возникают благодаря тому, что энергии часть расходуется на образование этой структуры, а часть диссидируется в тепло. И, наконец, вот связь между соседними элементарными объемами осуществляется на счет процесса переноса. При этом вот в таких активных средах, вот обладающих этими свойствами, возможно, очень большое количество разного типа структуры вообще таких явлений. Ну вот синхронные автоколебания, квазистофастические волны, стационарные неоднородные распределения и всяческие автоволны и так далее. Значит, вот такие основы математического понимания, откуда вообще может взяться вот этот процесс, по сути дела, усложнение. Усложнение, мы знаем, что существует закон увеличения энтропии, что все должно выравниваться, и энергия должна вся диссипировать и вообще все должно приводить к тепловой смертной вселенной по законам термодинамики. А в то же время мы видим, как все время на наших глазах образуются более сложные структуры. Вот первыми, кто поняли такие основы, показали это на очень простых моделях, поняли, в каких случаях это может возникать. Это вот классические работы, еще вот первая из них это вообще 37-й год, а работа аналог Тюнера в 52-м году была зимняя. И вот разбирались достаточно простые модели. И было бы оказано, что в таких простых моделях возможны некоторые феномены, некоторые явления, часто наблюдаемые нами в самых разных частях. Ну, что это за модели, мы с вами сейчас разберем немножко. А это вот просто опять то же самое уравнение, которое здесь записано. И вот этот бандчинян, он записан на основании закона, который это экспериментальный закон, обратил внимание и который носит его фильмы. И этот закон властит о том, что потом равен пропорционально градиенту концентрации со знаком минус, что означает как раз, что поток идет от больших концентраций к меньшим. реакции ну вот в самом простом случае в самом простом случае уравнение реакции диффузии там оно записано для нескольких перемен а вот если мы рассмотрим для одной перемены то он будет выглядеть таким образом тогда о реакции говорит трудно да одно вещество само собой реагирует а оно зависит соферогом вот это диффузионный человек а вот это вот член который для одного уравнения он носит название функции источника он может быть и в системах нескольких уравнений конечно но для одного уравнения у нас не будет взаимодействия да там стояло f от x1 x2 и так далее а у нас вообще только цель больше ничего нет только одна перед ним но вот этот член он показывает что в какой-то точке пространства r может рождаться источник может быть источник этой концентрации если речь идет например мы описываем процессы в трубке то в этой трубке может быть дырочка через которую либо утекает это концентрация транспорта это вещество либо наоборот притекает здесь вот это уравнение написано для уже n переменных и важный момент поскольку это уже не обыкновенное дифференциальное уравнение а уравнение в частных производных то для того чтобы сформулировать задачу нам необходимо это ширина означает потому что мы если мы хотим найти концентрацию во всех точках пространства в любой момент времени мы должны у нас есть заданные правые части задачи и кроме того мы должны задать начальные и граничные условия начальные условия в начальный момент времени как распределенам пространство концентрация гранично больше если мы рассматриваем какую то область пространство есть ли это трубка то на краях трубки если это область 2мерные области то на границе если трехмерные то не вы понимаете когда работе вычислениях существ в сложных, например, в сложных объемах, то это очень такая непростая задача для компьютерного счета. Впрочем, сейчас в связи с тем, что здесь очень такое большое увеличение возможных ресурсов вычислительных, сейчас эти задачи очень приобретают большую популярность. И вот я вам показывала сердцем, значит, в таком объеме идет расчет в таком сложном объеме. И вот у нас есть такой институт в учительной тематике, Академия наук, там очень интересные такие продвинутые работы ведутся по расчетам кровотока в разных сосудистых руслах, потому что, конечно, все заболевания, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они так или иначе связаны с патологией кровотока в сосудах, закупорки сосудов, тромбы и так далее. И вот эти сосуды, они же осветвляются, они имеют очень-то интересную структуру в разных органах, причем, например, браковые ткани, они имеют другую структуру, чем нормальные ткани. Вот эти вот расчеты на сложных сетках как раз что-то у нас сейчас очень много этим занимаются. Но здесь вот я думаю, что физики, может быть, и ВМК знают этих людей, их от этого знают, может быть, Андрей Николаевич Тихонов был декамом первого факультета обучения математики и гибернетики, а до этого он был советующим кафедром математики на физфаке. И Александр Андреевич Самарский, он тоже работал на физфаке, потом был на физтехе, тоже работал, и потом в институте прикладной математики заведовал большим отделом, который занимался расчетом бомбы, космических исследований. Причем, представляете себе, что было это в 50-е годы, тогда еще не было этих очевидных мощностей, этих компьютеров, и там сидели десятки девушек, которые на реметаллах или фактически на рейтмометрах занимались расчетом этих вот всех процессов, достаточно сложных, трехмерных. И, в общем, там, конечно, требовалась очень большая изобретательность и квалификация людей, которые должны были составить последовательность этих вычислений, алгоритмы этих вычислений, чтобы вот расчеты на таких грубых вычислительных средствах можно было подробно объединить и решить задачу, например, необходимой критической массы бомбы или что-нибудь в этом мире. Вот. И эти вот два человека, они являются авторами классического труда, классического учебника, называется уравнением математической физики, в котором очень подробно, так спокойно, медленно, без пропусков каких-то логических этапов, чем иногда грешат очень учебники, потому что начинается все вроде просто, потом вдруг раз и получается результат, а как он, где он получился, как он возник, очень сложно. И, между прочим, вот советские учебники отличались такой последовательностью от западных учебников, и вот им пользовались там в Латинской Америке, в Арабском мире и так далее. Когда Советский Союз распался и перестали эти учебники наши туда поставлять, они очень долгое время на эту тему жаловались. Так вот, в этом учебнике те, кто вот занимается математической физикой и так или иначе интересуются этими вещами, очень просто полезное чтение вот эта книга «Уравнение математической физики». Она претерпела, я не знаю, сколько изданий, там 30 или сколько больше. В ней разбираются уравнения струны, уравнения Латлоса и уравнения диффузии. Вот наши с вами, это уравнения, там рассматривается не уравнение диффузии, а уравнение теплопроводности. Но внешне по форме эти уравнения совершенно одинаковые. И, значит, вот рассматривается вот это вот уравнение. Вот этот индекс, это производное означает. Значит, производное по времени равняется d дважды производное по пространству плюс f от rt функции с точки. Вот для того, чтобы и вот это уравнение, его можно решить в интеграмму. То есть его можно, я говорю, что для практических задач, конечно, все рассчитывается на вычисленных машинок, но для аналитических вот это уравнение можно решить в интеграмму. И всегда математики стремятся получить аналитическое решение, потому что из аналитического решения в общем виде можно вывести какие-то свойства. Когда вы считаете, то вы уже представляете определенные параметры, часто получаете режимы, которые непонятно откуда берутся, их интерпретация всегда требует каких-то определенных усилий. И при том часто вот вычислители, которые, ну это для сложной системы невозможно получить аналитическое решение, и люди, которые решают эту задачу, они ломают голову. С чем связан этот результат? С реальными свойствами системы или с какими-то дефектами, положим вычислительные процедуры. А здесь можно получить аналитическое решение. Значит, рассматривается такая задача. Я просто коротко скажу, потому что это важно для того, чтобы понять, откуда вернутся вообще периодические структуры. Вот смотрите, значит, рассматривается такая задача. При заданных, вот это уравнение, заданное начальное условие С от Р, Т, здесь было, да, а так нуля, в нулевой момент времени, задается распределение концентрации на, в простейшем случае задача решается на одномерной. То есть, как будто реакция происходит в тонкой трубке, например, длины L. И тогда надо задать распределение концентрации в этой трубке в начале, в начале момента времени. И кроме того, задать, как ведет себя концентрация с течением времени, в начале трубки, здесь написано C, R, N, T, и на конце трубки, а на длины L, значит, N, R, N, T. И вот предлагается решение этого. Это достаточно сложная процедура решения. Решение такого уравнения. Она состоит из трех этапов. И вот в этой книге как раз для всех, для нескольких типов уравнений разбирается. И как это делается? Это сначала решается однородное уравнение с нулевыми граничными условиями. И заданное начальное условие. Потом решение неоднородного уравнения. Что значит неоднородное? Значит, уже содержащего вот этот член с нулевыми граничными условиями, и потом эти решения комбинируются, и получается общее решение. Но мы не будем, конечно, это все делать, потому что это достаточно длинная задача, но я хочу просто сказать смысл. Вот уже при решении самого простого линейного уравнения диффузии с нулевыми граничными условиями предлагается такой способ, как искать это решение. И решение ищется в виде произведения двух типов функций. Функции, которые зависят только от n, от пространственных равенов, и функции, которые зависят только от t, только от времени. Это называется метод разделения перемен. Он очень часто используется в решении разного типа задач, он позволяет упростить эту задачу, и решение получается такого типа. А потом общее решение представляет собой сумму набора вот этих вот собственных функций с определенными коэффициентами, сумму произведения члена, который зависит только от времени, и члена, который зависит только от пространства. А вот этот вот, который зависит только от пространства, это синусы. Эти функции представляют собой синусы. Решение просто приводит к тому, что эти функции представляет собой синусы, вот Pn, где n считается, номер этой функции, делить на длину трубки и умножить на n. Значит, вот вид этих функций. Понимаете, что делать, что получается? Получается, что, а это множитель, который здесь стоит, ну, он зависит от времени, это экспонента, с каким-то показателем, убывающий со временем. То есть эти функции, они убывают со временем, причем это убывание тем быстрее, чем больше коэффициент диффузии, и тем медленнее, чем больше длина трубки, что тоже понятно. Но вот я как раз хотела обратить ваше внимание на то, что решение представляет собой сумму вот таких вот периодических функций. И система нелинейная, она может, вот это тоже исследование показывает, что она может при некоторых условиях пропускать не все эти функции, вот. Она может усиливать некоторые из этих функций под мелкими маленькими номерами, а остальные все гасить с течением века. И вот это вот нелинейное свойство системы, оно приводит к возможности возникновения таких вот полосатых, периодических, каких-то сферических или круговых структур. Ну и более сложной формы, конечно. Но сам факт, что вот такого типа уравнения могут порождать симметричные структуры, вот это вот, конечно, очень важный и интересный момент. Ну, то, какие функции являются собственными функциями, вот этими вот слагаемыми, вот этими синусами, зависит от начальных условий, от граничных условий. Если нулевые потоки на границе, то тогда они будут представлять собой синус, ну вот ноли. Они должны были углевыми на границе. А если непроницаемая система, то тогда эти, это будут не синусы, а косинусы, потому что это означает, что производство, что значит потоки, что значит замутая система? Это значит потоки равные. А что такое поток? Поток это произвольные. Значит здесь идет косинус. Ну вот и для такой системы можно исследовать устойчивость гомогенного стационарного состояния при разных воздействиях. почему-то важно. Понимаете, в чем дело? Мы с вами вот изучали об обыкновенных дифференциальных поравнений систем. И мы говорили, что у нас может быть, например, устойчивый узел, устойчивый фокус, могут быть такие системы. А иногда бывают колебания, которые, автоколебания, которые представляют собой аттрактор, то есть они существуют постоянно во времени и пространство, постоянные амплитуды и периоды. И мы говорили с вами, что для того, чтобы в системе было вот такой вот, такой динамический тип поведения, вот эти колебания и затухающие, нам нужно, чтобы само стационарное состояние было неустойчивым. Если бы оно было устойчивым, то это был бы устойчивый узел или фокус, и система туда бы скатилась и там бы сидела. А она все время крутится. Значит, стационарное состояние неустойчивое. Вот здесь такая же логика и такой же смысл. То есть для того, чтобы возникли устойчивые структуры, нужно, чтобы гомогенное стационарное состояние было неустойчивым. Ну и вот такой анализ, он показывает это несложно. И вот в этих лекциях, которые у меня там несят для больших студентов, там этот вывод делается. Это задача рассматривать, что вот в таком простом случае можно показать, для каких гармоний, для каких флуктуаций, с какими частотами может система быть устойчивой, или какой неустойчивой. Неустойчивость для флуктуаций, она обеспечивает возможность, не обязательно же это будет произойти, но она дает возможность тому, что система образует какую-то устойчивую структуру. Ну вот здесь говорится, что для каких номеров гармоника она начинает быть неустойчивой. Ну вот для одного уравнения, мы потом перейдем к системам реакции диффузии, еще вот как мы поговорим о ней. Но вот видите, такого же типа системы, это то же самое фактическое уравнение, только здесь вот написано функция не от RT, как мы так писали, а функция просто от концентрации. Вот Петровский, Колмогоров и Пескунов, а потом независимо, чуть позже Фишер рассматривал это уравнение. И они рассмотрели вот это уравнение с тем, чтобы понять, какие вообще возможны режимы в таком уровне. Значит, вот это диффузия. А это вот функция, которая показывает, как концентрация в точке зависит от самой концентрации. И вот оказывается, что в тех, вот они показали в этом уравнении, на таком уравнении, что для такого типа функции, вот такого типа функции, когда в точке при нулевой концентрации эта функция равна ну, потом она увеличивается, а при больших концентрациях она снова равна ну. Ну, если вы помните, вот что вот это вам напоминает. Вот мы с вами изучали, когда уравнение, описывающее рост популяции. Помните, там были у нас артузианский рост, а был логистический рост. И вот правая часть уравнений, для логистического роста, она как раз, вот эта функция правой части, она как раз имела такой вид по равному, выгнутый вверх. Так вот, значит, если в каждой точке, например, распространяются особи, почему у них и статья так называлась, примененная к одной биологической проблеме, распространению вида. Потому что если в каждой точке, когда туда достигает концентрации, вероятность концентрация там становится С, например, то дальше там происходит логистический рост в соответствии с этой функцией. То есть имеется в каждой точке размножитель, сильный размножитель. И вот в такого типа системах может распространяться волна постоянного профиля и амплитуды. Причем скорость распространения этого может быть больше, значительно больше, чем скорость просто диффузии. Результат тоже интуитивно понятен. Когда малые, но конечные концентрации достигают какой-то точки, там начинается бурный рост. И вот эта вот задача, она была написана именно в такой формулировке для биологической формулировки. Но ведь то же самое происходит при распространении пламени. Только отличие заключается в том, что загорание, возгорание может начинаться только когда температура достигнет определенного значения. И вот для такой функции, значит функция будет иметь такой вид, что она все время 0, начиная с некоторого значения, она начинает растить. А вот эта вот функция, тоже мы с вами ее видели, это функция, которая описывает разношение популяции с наименьшей критической численностью. И вот для всех этих функций можно показать, аналитически, что возможно распространение волны. Но, конечно, вот этот результат имел самое большое значение для теории распространения пламени. И он же от такого типа пламени распространения пламени в степи, например, пожара, написывает такие же задачи. Ну и вот у нас будет конференция зимой, уже реально было там прислали статью, тезисы о распространении распространения вредителей в системе пространственно-временные режимы, в системе вредителей фитофанка. Вот, например, такого типа задачи решаются для распространения там амброзии. Вот тут есть такой вредитель, не вредитель, а это сорняк, который завезен был во время ленд-лиза с американской пшеницей, для нас не является, для России не было такого вида раньше, и поэтому у него нет естественных врагов. И вот эта вот амброзия, большие довольно колоссия такие и очень цветущая каким-то споративной такой пыльцой, которая людей выражает аллергическим заболеванием. И как с ним борются? Туда жучков напускают, которые едят эту амброзию, тоже их завозят. И вот сама амброзия распространяется как такая волна. И эти жучки тоже могут распространяться и, в принципе, вот рассматривая такие модели, можно давать рекомендации, как бороться с этой амброзией. Ну вот, значит, это вот Петровский один из авторов, это классическая работа, будет наш ректор. Это вы все должны знать, конечно. С 20-ти, больше 20-ти лет он был ректор Московского и университет. И при нем большие факультеты были созданы, и при нем были созданы институты научные, в общем, очень много сделали университет. Вот это вот волна, которая распространяется. А скорость распространения волны, видите, она какая? Она пропорциональна к коре квадратной и коэффициальной диффузии, а здесь производная на номеровой точке от этой функции. Если бы просто была топлика диффузии, то было бы пропорционально к коре квадратной и коэффициальной диффузии. А вот наличие вот этого размножителя, оно позволяет очень сильно увеличить скорость распространения. Автоволновое решение там получается. Теперь хочу рассказать вам про область, которая позволяет описывать структуру уже в системах именно реакции диффузии, когда не просто там у нас просто одно какое-то вещество или концентрация какого-то вида рассматривается. А если у нас два взаимодействия, мы с вами много тоже занимались вот этими уравнениями, которые имеют, которые описывают просто взаимодействие двух каких-то концентраций или видов. И на этом примере мы с вами рассматривали, как получаются всякие нелинейные явления. Это записаны те же самые уравнения, которые мы изучали, но плюс описываются процессы диффузии. Причем в самом простом виде эти процессы, эти коэффициенты диффузии, они просто являются какими-то постоянными величинами для каждой из этих переменных. Хотя реально, конечно, во-первых, они могут зависеть не только от концентрации, они могут зависеть от концентрации этого вещества, быть непостоянными. Кроме того, говорят о коэффициентах перекрестной диффузии. То есть, когда происходит диффузия двух веществ, то часто вот эти коэффициенты, они зависят от концентрации не только своего вещества, не только то, что диффузирует, а и второго вещества, которое им присутствует. Ну, вот такого типа уравнения. Значит, это здесь самые великие люди, которые цитируются, это Алан Тьюринг и Илья Романович Прибожин. Ну, Алан Тьюринг вообще известный человек. Он, это вы, наверное, знаете или слышали, создатель вот, что-то у меня тут написано слово какое-то непонятно. Абстрактно-печатительное устройство. Да, что он создатель машины Тьюринга. Ну, самое его, так сказать, за что он является героем, он разгадал немецкий код во время Второй мировой войны. Ее унялся какого-то гениального тишина-кровальщика. И, кроме того, значит, он вскоре после Второй мировой войны занимался созданием первого электронного компьютера. Ну, к сожалению, видимо, я только-то не знаю, ничего не знаю. Вот. Но для нас он важен. Мы его любим не только за это, а больше всего мы его любим за то, что он разобрал вот этот вот эту вот систему уравнений. И статья его называлась, да, вот она называлась «Химические основы морфогенеза». Казалось бы, что это? Рассматривается вот такая вот система уравнений и аналитическое ему дается исследование. А статья называется «Химические основы морфогенеза». Причем тут морфогенеза? Химия тоже не причем. Но Тюрик видел вот в этих уравнениях, он видел как раз перспективу вот этого вот репетия. И именно что если понять, как в такой системе могут возникать неоднородные структуры, то можно разгадать вот эту вот загадку, которую человечество, конечно, всегда занималось. И действительно, это все очень загадочно. Каким образом происходит морфогенеза? Как происходит структура образования? Почему это из яйцеклетки такой однородный, казалось бы, возникает вот эти все множественные сформы? И как раз, ну, здесь были, конечно, предшественники, которые говорили о том, что, возможно, какие-то химические вещества распространяются и дают, ну, какую-то маркировку вот той пространственной форме, которая в дальнейшем возникнет. И теория, рассматривая эту систему, он указал при каких значениях действительно, при каких соотношениях коэффициента диффузии и других параметров, которые стоят в этих функциях, возможно, что произойдет то, о чем вот я вам говорила, произойдет нарушение устойчивости гомогенного стационального состояния. То есть он именно эту задачу решил. Когда гомогенное стациональное состояние станет неустойчивым, это означает, что флуктуации могут приводить к возникновению других структур. Ну, вот Юлинг эту работу сделал еще в 52-м году, а Пригожин и Лефеор уже в 60-е годы написали редко работ. Уже в конце 60-х годов этот ритм. Одна из первых работ, в которых они на примере уже, на примере, он в общем ведь это все решил. А на примере простой системы, которая называется Брюсселятор. Мы с вами ее избирали, когда говорили о колебаниях. Брюсселятор, потому что это ученые Брюсселя из Брюсселя. Пригожин выходец из нашей микронской русской семьи. А Лефеор, француз Лефеор, я как раз видела и раз не общалась на какой-то конференции, очень симпатичный. Он как раз в это время занимался моделированием, каким образом происходят вот эти структуры, вот этих вот таких полос, полос кустов, полос кустов в салоне. Я пришла у меня большую пачку статей, тогда еще это не компьютерные. Это где-то было в начале, на даже в 90-е годы. Значит, что они сделали? Они уже такую систему рассчитывали на компьютер уже и получили вот такие вот структуры. В области неустойчивости бумагенного стационарного состояния они получили вот такие вот структуры при разных значениях параметра, при разных значениях параметра для примера такой системы. Значит, решение, вот исследование таких систем проводится также очень похоже на то, как проводится исследование устойчивости стационарного состояния для обыкновенной дифференциальной параметры. Тоже задается отклонение от стационарного, от гомогенного стационарного состояния. И задается оно так, как вот я вам говорила про тип на Исамарском, что задается в виде произведения. В разделении переменных делается. В виде произведения экспоненты, которые зависят только от времени, и экспоненты, которые зависят от пространства. И вот здесь стоит ИКР. Здесь может стоять синус, то есть это периодическая функция, которая является ограниченной. А это бревенной умножить. Но мы с вами знаем, что устойчивость, система называется устойчивость в том смысле, в том случае полипунова, если малые отклонения остаются много. Поэтому устойчивость определяется только вот этим вот временным. С течением времени будет увеличиваться отклонение или уменьшаться. Только временным показателем, только временным членом будет определяться. А именно реальной частью вот этого вот коэффициента при времени. Если это реальная часть положительная, значит система не устойчива. Если я здесь не стала выписывать, не стала выписывать эти выражения, они достаточно сложные, хотя вот я говорю в тех лекциях, которые для студентов, которые делали занятия, то там это все есть. Так что если вас интересует, вы можете посмотреть, и в текстах лекциях моих вот это есть, ну и в других учебных. Вы можете посмотреть. И вот здесь нарисована такая диаграмма, как могут себя, два же корня у нас, как могут вести себя реальные части вот этих двух корней. Они могут быть положительные, они могут быть оба положительные, они могут быть оба положительные одинаковые. А когда это получается? Это получается, когда комплекс сопряженный. Тогда у нас два корня, но они имеют одинаковую действительную часть. А могут они вести себя вот таким вот хитрым образом, с увеличением волнового числа. А волновое число это, как бы, волновое число это величина, которая зависит от номера, определяется номером гармоники и определяется также длиной того реакционного объема, в котором все происходит. Но по сути дела она определяется номером гармоники. И вот оказывается, что в некоторых случаях при малых значениях для малого гармона она является затупающей, то есть эта функция является, она даже может быть вообще отрицательной. А потом на некотором интервале вот этих вот волновых чисел, она будет положительной. И если она положительная, то это неустойчивость. Вот, собственно говоря, результат, который Тьюзи получил, и который принципиально указал, вот это здесь немножко вылечено. Он показал, что в такой вот простой достаточной системе, которая она смеет, может увидеть, возможно область волновых чисел, для которых система является неустойчивой. Это означает, что если в системе прикладывается какое-то влияние оказывается на систему, а какая-то труппуация и неустойчивость тела, то любое это воздействие может быть представлено в виде бесконечного ряда периодических функций, изложенного ряда в Е, но из этих периодических функций, из этого бесконечного ряда, который суммируется, несколько, значит, большинство затухает. А некоторые, в некотором интернале, они не затухают, наоборот увеличиваются. И получается, что система раскачивается именно на этих вот частотах, соответствующие этого уровня частот. Вот это вот, конечно, основной результат, который мы получили. И который, ну, это мы с вами там уже говорили, я не буду об этом говорить. Но вот там я показывала, что получаются такие периодические структуры, а если мы учтем еще приток вещества в эту трубку с границ, то тогда, видите, получаются вот такие гораздо более сложные структуры. Они называются, что-то я забыла, но не важно, как они называются, но они уже являются, они являются симметричными, ну, просто в силу симметрии этой системы, симметричные относительно середины, но они уже, ну, они неправильно синусоиды представляют собой, а из-за влияния начальных условий, они дают такую более сложную структуру. Но если, например, вот много очень исследований на эту тему проводилось, и в частности мы тоже занимались таким системой, если, например, эти два вещества являются еще и заряженными, еще и они взаимодействуют как заряженные частицы, то тогда в системе возможны такие сложные, вот, пространственные временные режимы, как эти показаны. Ну, я хочу вам сказать, что мы с вами вот изучали схему синтеза двух ферментов, Жакоба и Магуна, просто напоминаю вас. Она имела такую триггерную структуру. Вот в этой системе, если добавить диффузию, будет вот пространственные структуры. Мы с вами изучали клевания гликолизи. Тоже, если в них добавить диффузионные члены, то достаточно сложные структуры. Вот здесь вот приведены результаты исследований таких структур в гамагинате- гликолиз, где происходит гликолиз. И такие и модельные соответствующие структуры. Ну, особенно интересные структуры, и особенно много занимаются теми структурами, которые происходят в реакции Глауса-Жубатинского. Это такая модельная система для этих вот пространственно-временных режимов. Тоже не буду вам обморочивать голову, потому что для него у вас нет. Но просто хочу сказать, что это взаимодействие, это химическая реакция, по сути дела, с участием ионов церия и броконялоговой кислоты. И в ней можно наблюдать периодические изменения окраски. Причем, если эти периодические изменения могут происходить синхронно в объеме, а могут происходить например, в чашке Петри или в какой-то там объеме могут происходить. И поскольку система простая, вот там я пропустила это, Белоусов сам никак не мог опубликовать эту статью, потому что ее не принимали в химических журналах, считаю, что не может быть в замкнутой системе таких длительных, нелинейных каких-то явлений, например, колебательных изменений окраски. Но опубликовал в медицинском сборнике просто, ну, прорвись этой реакции, да, рецептуру этой реакции. И этой реакцией потом занимались во всем мире чрезвычайно много, было много моделей. Жаботенский, который был тогда аспирантом на физическом факультете, а потом стал известным ученым в обществе линейных систем, волновым благодаря этой реакции. И писал модели и многие другие люди. Вот самая известная модель называется Орегонатор, из штата Орегона тоже название, которая описывает эти модели. Ну вот, какие-то я вам сейчас покажу. Картинки на такой реакции. Вот, например, такие, возможно, всякие замехления. Вот это все, вот это экспериментально наблюдательная система, наблюдательная какие получается. Вот здесь автор Иванак Ильпштейн. Этот Иванак, кстати, к нам завтра уже работал в течение многих лет в Америке, сейчас является директором института в Калининграде, естественно, не линейной химии, а вот так называется институт. Вот. И он, кстати, вот мы пропустили с вами этот момент, я не сказала, что, когда Тьюринг исследовал свою систему, он получил вот эти вот возможные неустойчивости в том случае, если эти два вещества взаимодействующие, они обладают разными коэффициентами диффузии. А именно существует активатор, который мало распространяется, близкодействующий активатор. И дальнодействующий ингибитор. То есть вот ингибитор распространяется быстро. То есть коэффициенты диффузии там разные. Это вот условия неустойчивости. Там же, помните, мы с вами когда для двух сравнений обновенно писали, тут тоже у нас там под корнем было какое-то выражение. И здесь тоже под корнем выражение, а там разность коэффициентов диффузии в этих, в этом подкорневом выражении. И долго искали реальные системы, в которой бы так сильно отличались вот эти вот, такая диффузия. И как раз монарх, между прочим, когда был Чьюринг, это же середина 20 века, и только вот уже в десятые годы сейчас они нашли такую систему, в реакции Белоусова-Жбатецкого, там у них происходит диффузия не в жидкости, а в гели. И там какие-то принимают участие ионы, имеющие больший коэффициент диффузии, чем в другую типущую частицу. Ну, вот эти вот всякие красивые картинки без этой реакции. Рассматривается, там спиральные волны возникают, и вот рассматривается миграция кончика этой спиральной волны. Это очень важно для дальнейших приложений, для исследования волны как раз в сердце. Потому что если этот спиральный, если этот кончик вывести за границу области, то эта хаотическая волна умирает. И поэтому много было исследований на эту тему, вот эти меандры всякие исследовались. Ну и вот, наконец, почему важно так было исследовать эти всякие модельные системы. Вот слева тут написаны, нарисованы структуры, которые возникают в реакции Беларуси и Жапатинского. А справа, то есть наверху, нарисованы волны, трехмерные вихри, они называются реэнтрии в этой науке о сердечной ткани, в желудочках сердца. И мы видим, что очень сходные структуры здесь. И поэтому закономерности исследований на простых системах, как на химических моделях, которые являются реакцией Беларуси и Жапатинского, так и на, что самое удобное, конечно, на математических моделях. Ну и здесь что важно, что математические модели хорошо описывают то, что происходит в простых химических системах, а химические системы уже как бы распространяются на реальные биологические системы, типа сердца. Причем, конечно, все эти переходы, все эти переносы, выводы, которые сделаны на модели, на реальный объект, они все требуют очень большого подтверждения. Но уже какой-то однозначности, которую математика требует и математика дает, здесь не нужно. Всегда это такая вот работа, все это имитационное моделирование, оно на крайне науке искусства уже, мастерства. Ну, это по моделям как у Дениса. Я хочу вам еще сказать, может, на этот день закончу, что есть очень хорошая книжка. Это Мюррей, математическая биология. Она претерпела три, по-моему, или четыре издания в Шпрингере. Причем, сначала была тоненькая, мозг и потолщик, а потом уже два толпа здоровых. И этот Мюррей замечательный совершенно, английский, американский математик, который работал с сотнями, буквально, экспериментаторов в разной области биологии и очень много моделей делал сам с авторами. И вот, так сказать, уже будучи совсем не живым человеком, он написал два больших тома, которые называются математической биологией. Но там чего только нет. Там есть и модели эпидемии, и модели поведения нервного импульса, и модели образования зубов, крокодилов, и модели распространения мозгов в мозгу. В общем, очень много всего разного. И эта книга была переведена как раз нашими медиатами. Вот Александр Диаконовну занимался этим переводом. Два тонна. Вот. Они изданно были создать свои регулярные хаотические динамки. Ну вот. Все, наверное, да? Уже устали и будете на динамках. Хорошо. Значит, давайте мы с вами договоримся, как мы в следующий раз делаем. Давайте я подначально на мою учебную часть. В каком порядке это должно указаться? В каком? Да. В данном? В нем председатке подписывают себя таком. Ну, в любом случае, да, в любом случае все равно. А у вас на что же это имеет значение, в таком порядке ставить зачет? Нет, ну нет, нет. В то Мы все обсуждали, что мы не знаем, должны ли вставить в зачетку или не в зачетку. Ну, это, мне кажется, мы выясним. Знаете, давайте так, в любом случае у нас есть зачет, да? Поэтому давайте мы на следующий раз все-таки, наверное, всех сразу мы не послушаем, наверное. Ну, первую половину признаков. Да. Вот я вас прошу, тогда вы пришлите, может быть, название и короткую аннотацию вашего доклада. Вот, теперь... Главное, до какого момента, когда вы ее разручите? До какого момента? Ну, до понедельника, наверное, да? Наверное, вы считаете, у нас все будет? Давайте, знаете как? Вот первых сколько у нас человек? Сколько у нас человек реально вообще? Сука. Первых, давайте первых. 12 человек. Ну, это кто будет по фамилиям? Ну, послушаем, а? По фамилиям можно? Нет, по фамилиям я не могу. Первый, кто пришлет, я думаю. Ага. Ну, а как? А те кто рассказывал тоже? Нет, кто рассказывал, получается отчет. Нет, кто первый пришлет. Мне кажется так. И тогда что? И тогда мы с вами встречаемся. Давайте. У нас на кафедре, да, Сергей Сергеевич? У нас на кафедре в новой аудитории мы встречаемся. В следующий раз, ну, как всегда, в 3.20. В 3.20. К этому времени мы выясним насчет зачета. Да? Давайте. Выясним насчет зачета. Сейчас. А у нас есть какой-нибудь... За счет вам, ну, собственно, и ведомость. Анастасия, ведомость... Да, ну, ведомости, ну, вот это все выясним. В формальную сторону дела. Я не знаю, Настя, у нас есть какую-нибудь староста или чего-то не в группе? Нету никого? Никого. Отчальника нету? Вы сказки кого-то спросите, если его спросить? Нет. Я пойду начатку наше спрашивание узнали ли я на мысле пока? давайте и мы с вас со своей стороны тоже выяснили потому что это да но ведь вот это вы же официально входит ваш этот курс куда-то список курсов я на основном случае нужно еще это отдельно в обязательном порядке где-то зачислять потому что это просто зачем поэтому официально я думаю что так вот первых 10 человек нет аннотация 10 минут 10 минут это 5-6 5-6 тема касающейся не линейных моделей